а здрасте друзья всем привет улья у нас золотой колос продолжается посмотреть какой охренетительный здесь закат в 17 ферме в 19 никогда в жизни вы такого не увидите да я продолжаю свою песню про то что 17 ферма была лучше чем 19 ну да ладно мы все равно будем играть в новую потому что просто так надо но пока можем просто полюбоваться закатом правда недолго у нас сегодня еще есть работенка но для начала друзья мы вот тут находимся на площадке около нашего дардоса какое слово вспомнил армейская вот эти вот бензиновые генераторы дизельные у нас бензиновые были когда мы на учение как-то ездили они когда гудят делают дыр дыр дыры поэтому мы их называли дырчики дырчики дырдосовичи короче как-то так забавно было короче говоря уже довольно таки большое количество времени эта штука здесь стоит и работает и потратила на 24 литра топлива короче надолго ее хватит плюс мне кажется можно ее вырубить и два часа холодильник будет работать на своем на своей энергии на каком-то на своем заряде но это нам не очень интересно у нас на часах 1855 и нам нужно переместиться к нашему поезду вот он замечательный прекрасный поезд кстати говоря а успела ли у нас тут переработаться рис до успела успела рис переработаться у меня проблем с спряжением кстати ему надо его загрузить а у нас еще и поезд отцеплен давайте его заведем у нас вроде как в семь часов нам должны дать разрешение на старт то есть выполнять технические работы уже осталось ноль часов наверное ровно в семь нам дадут зеленый свет что называется пока мы можем подцепить вагончики и загрузить рис вопрос где он загружается надо нужно вагон выбрать зачем-то вылез из поезда короче загружаем этот самый белый рис мы будем хранить на на складе там где у нас теплички находятся значит подцеплена три вагончика три вагончика которые для всяких вот этих контейнеров коробок поддонов и мешков и 3 для зерна сейчас мы будем кататься на поезде давненько этого не делал знаете ли на новом компьютере еще вообще без просадочек fps это все будет классно для начала давайте загрузим рис вот так вот можно это сделать 141 да еще один вагон много рис у нас получается и это здорово плюс еще вроде как на теплицах что-то лежит надо глянуть тепличный комплекс а нет оттуда мы все достали видимо моего то ли продавали то ли куда-то возили по контракту кстати с грунтом тоже надо что-то но ладно на следующие урожай у нас грунт запущен но надо будет потом опять таки отвезти туда грунта немножко купить опять расходы опять куча расходов господи когда же это все закончится переключаемся на другой вагончик потому что все у нас не влезет во второй надо будущее в третий вагон загружать у нас уже 18 58 на часах тем временем я надеюсь что я прав и в 7 часов у нас это все дело заработает мы сможем поехать выполнить контрактики пока что мы загружаемся подъезжаем и давай загрузку да и загрузка 41 куб 6 литров замечательно теперь надо разработать план действий кстати еще у нас есть активные контракты клубника томаты и пшеница для того чтобы перевести пшеницу нам потребуется 4 вагона для того чтобы перевести томаты нам надо будет 4 вагона и 1 на клубнику даже не знаю как это правильнее сделать потому что в один состав можно запихнуть 6 вагонов всего лишь я вот думаю как бы это правильнее сделать по сути дела 9 вагонов нам надо отвезти поэтому это никак грамотно не сделаешь поэтому я предлагаю поехать на базу отцепить зерновые вагоны подцепить крытые отвести то что у нас здесь лежит на тепличный комплекс на склад положить это все туда забрать оттуда клубнику томаты отвести на ж.д. потом поехать на базу скинуть вагоны перецепить на зерновые и 4 вагона пшеницы отвести соответственно тоже по контракту так и сделаем соответственно давайте повесим себе сюда информацию по клубнике и повесим информацию по томатам мы повезем сначала их вот так вот кстати ж.д. маршруты 0 часов 19 00 уже на ешкин кот неужели придется еще время мотать я честно говоря не хочу не хочу ночью ездить хочу чтобы было время чтобы было светло тоже пожалуйста ну пожалуйста но я очень прошу но ё-моё еще и дождь впереди вот незадача что-то мне не везет последнее время на погоду нужно 0 часов но 0 часов это типа уже можно ехать о открылась отлично время мы останавливаем 1257 в общем-то в любом случае у нас сейчас стемнеет ждать до утра пока расцветет не представляется возможным потому что контракт тоже ограничены по времени если клубника еще потерпит то томаты нихрена не потерпит короче говоря ж.д. маршруты а у нас еще и заняты сейчас пути да что ж такое то только пути освободились видимо все туда ринулись сразу да беда из элеватора нам надо в порт да он едет впереди поезд который видимо очень долго ждал своего часа самое главное что он промотать время это вообще ни разу не вариант что можно пойти посмотреть на поезд да он кстати довольно быстро должен доехать до ж.д. станции скорее всего он там остановится вы приходится пропускать заразу просто но ничего такое сделано прям классно согласитесь но здорово же ой я уперся в столб светофор вероятнее всего он сейчас приедет на станцию где нас выгрузили когда мы переехали на эту карту где она впереди да вот здесь и прибудет на этот путь давайте его встретим почему бы и нет интересно же хотя это может быть кстати транзитный поезд который просто проезжает мимо вон он едет классно здорово и бибикает да он он сворачивает соответственно он сейчас прибудет на станцию ой я нечаянно упал поезд прибывает классно мне нравится кстати система прикольно бутафория а приятно хотя на самом деле влияет на ж.д. пути которые заняты или свободные в общем-то да поеда знаете так стой я застрял в текстурах до быстро бегать знаете ли хорошо а иногда и не очень можно заблудиться погнали в общем то тогда садиться в наш поезд теоретические пути уже должны быть освобождены правда это теоретически открываем ж.д. маршруты да все освободилось мы соответственно едем из элеватора в на ферму мы едем на ферму сейчас нам нужно отцепить вагоны которые зерновые и подцепить вагоны которые не зерновые еще хороший вопрос как нам до этой самой фермы лучше добраться туда так-то задним ходом бы лучше заехать ладно поехали нет нам надо разворачиваться заезжать задним ходом что подцеплять вагоны или пошлите посмотрим где у нас они хотя бы стоят там может быть сумеем что-нибудь придумать вот незадача так вот она наша база вот он наш ангар нам соответственно нужно подцепить вот эти вот два вагона вот эти цеплять смысле смысла особого нету я даже не знаю как правильно поступить единственная мысль которая мне приходит в голову это кстати насчет зерновых вагонов а у нас то их и нету у нас их всего три нам в таком случае проще всего нет цепляться и чтобы сделать две ходки приехать сейчас загрузить пшенички ну или на обратном пути я понял ладно тогда мы не получилось у нас тут а тема с перецеплением вагонов и хрен с ним возвращаемся обратно к поезду к нашему переключаемся на первый вагончик и поехали тогда так контракты это понятно же д маршрут и меня интересует опять-таки из элеватора куда мы едем из элеватора мы из элеватора едем в порт до выгружаем там рис выгружаем там рис загружаем что-нибудь например томатики или клубничку посмотрим едем на ферму загружаем там пшеничку короче да а ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну и вот, друзья, мы наконец-таки прибываем после долговой дороги, да. Прибываем на наш тепличный комплекс. И здесь мы будем выгружать рис и загружать что-нибудь другое. Соответственно, надо сейчас как-то аккуратно запарковаться. Выгрузка-загрузка долго идет. Вот это, конечно, плохо. Потому что сейчас будем просто сидеть и ждать. Благо для вас есть чудо-монтажек, и вы не будете упарываться с этой фигней сильно. А я вот буду. Буду сидеть и ждать, и хрен его знает, сколько времени это все дело займет. Ничего страшного, ладно. Ради контента, что называется, можно и потерпеть. Да вообще кататься на паровозике в этой игре мне нравится. Хотя, по сути дела, ты просто едешь. Просто нажимаешь две кнопочки, и паровозик катится. Но за этим действительно очень приятно наблюдать. А первый вагон между тем высыпан довольно быстро. Знаете ли, да. За хорошей беседой оно всегда проходит быстро. Поэтому давайте сейчас мы поставим второй вагончик. Не, не поставился. Не попал. Попал же. О, попал действительно. Выгружаем белый рис. Очищенный. Суперский рис. Может на него тоже контракт когда-нибудь появится, чтобы его было прям дохренище. Я понимаю, что можно сделать сейчас какой-нибудь плов. Недостатки там овощей купить. Но все равно его будет мало. Да и в мясокомбинат упарываться в этом прохождении я не собирался. Мы производство обязательно еще купим. Мы как раз на него сейчас копим денежку. Кстати, тут уже все выгрузилось. У нас осталось загрузить только один вагон. И то в нем уже мало. Так что все выгрузили. Разгрузка прошла относительно удачно. Правда она еще не закончилась. Но знаете ли, погрузочно-разгрузочная работа это вам не хухры-мухры. Так вот, копим деньги. Мы сейчас на заводике. Из вашей машины Вальтера Т-серии своры слили все топливо. Вот ублюдки. Он там закончил пахать. Валерон сбежал. Да, незадача. Ладно, я с этим потом разберусь. Неприятный момент, да? И самое интересное, что я пару минут назад об этом даже подумал. Что, блин, у нас же там Вальтера с МТЗХ остались в поле просто. Ну ладно уже. Топливо. Там, кстати, не так много и было. Он уже даже просил заправиться. Главное, что трактор не угнали. Потому что трактор-то падла дорогой. В общем-то, что мы загружаем? Давайте загрузим клубнику. Сколько нам ее надо? Нам надо 87 кубов. Вот 87 кубов мы и загрузим. Ровно, чтобы было. В два вагона загрузим 82 кубов. И, ну короче, чтобы в последней партии ввести вот ровно полные вагоны, скажем так. Чтобы не было потом вот этой вот фигни. Как раз переключимся на следующий вагончик. Потому что сейчас его надо будет подогнать вперед. Туда загрузим 82 куба томатов. И в третий загрузим еще 100. Останется ровно 200 кубов на два вагона. А вот загрузка, кстати, происходит намного дольше, чем выгрузка. А жаль, жаль. Блин, а за трактор аж обидно стало. Ну ладно, я тут на самом деле сам виноват в этом. Знал, между прочим, что такое может дерьмо произойти. Соответственно, загружаем сюда 82 куба томатов. Ну а, кстати, довольно четкое количество томатов получилось. Не так много останется. 4 куба. Неплохой результат. Потому что было четко все рассчитано. Вот эта вот посадочка, урожайчики, клубники много лишней останется, насколько я знаю. Сейчас посмотрим. Но клубника это дело такое. Клубники лишней много не бывает. Тем более, с теплицы ее получается не очень много. Если будем брать контракты на клубнику, то можно будет сэкономить на рассаде. Рассада, шпадла, дорогая. Отлично. Мы это все дело загрузили. И переходим на третий вагончик. Подгоняем состав туда. И тоже загружаемся. Клубники. Клубники 41 куб остался. Это, кстати, нормально. Пол контракта. Одна теплица лишней получилась, по факту. Загружаем томаты, да. Загружаем томаты. Сейчас поедем их разгружать. Хреново то, что в разные боксы. Точнее, то, что в разные боксы, это в принципе понятно. Они на разных сторонах находятся. Это не есть хорошо. Но ничего страшного. Сейчас заработаем баблишко. Можно, кстати, переключиться на последний вагончик. И, например, поехать обратно. Вот от такой камеры я почему бы и нет. Хорошая же камера. И да, мы сейчас едем на нашу ферму. Можно уже заказать себе маршрут. Порт ферма. Потому что на нашей ферме мы будем загружать пшеничку. Которую тоже повезем на выполнение контрактика. Крубаем заднюю передачу. И потихонечку погнали, покатились. Крубаем заднюю передачу. А вот и первый косячок. Забыл я поменять направление движения. Стрелочки-то перевести забыл. Даст он сейчас это сделать? Не дает. Вот падла. Еще главное не выехать за этот самый. За красный свет-то. Последним вагоном. А то тут не бесконечно далеко можно двигаться назад. Не люблю я такое. Иногда можно промахнуться случайно. И беда потом будет. Я думаю все. Больше дальше не стоит. Да. Можно уже перевести стрелку. В общем-то подкатываем. Третий, четвертый. Точнее четвертый, пятый, шестой вагончик. Вот эти вот. Под загрузку пшенички. Ее у нас тоже должно быть в достатке. Вроде как я там не просчитался. Ее должно с лихой хватить. Я по крайней мере на это очень сильно надеюсь. Так, где у нас загрузка? Чуть дальше, да? Да. Чуть дальше. Сейчас загрузимся. Все будет четко. Вот так вот становимся. Вроде даже ровно, да? Ну, не сказал бы я, что прям совсем ровно. Она уже дает загрузку. Но знаете ли, мы будем работать по фэншую. Да, пшеница 409 кубов. Ааа, 386. Черт, мне нужен калькулятор. Короче, ладно. Загружаем пока полный. Потом будем считать, сколько нам не хватает. Очень впадло сейчас считать, сколько надо. Хотя пока грузится, я наверное посчитаю. Да, это у нас придется нам еще пятую ходку делать. Точнее не пятую ходку, а еще в один вагон потом грузится. То есть два вагона мы повезем в последней ходке. Потому что три вагона мы сейчас 286, если я правильно посчитал. А я нихрена не правильно посчитал. Черт, не люблю вот эту математику, складывание вот этих чисел всех. Особенно, когда вечером после работы ты уставший и злой, потому что у тебя второй день нет интернета. Видите, как мы живем классно. Да ладно, все нормально. Интернет для слабаков. В детстве интернета не было и все было хорошо. А сейчас вон как-то и занять себя нечем. В ферму вон играешь. Хотя и с интернетом в ферму играл. Че уж там. Загружаем пшеничку. Продолжаем загрузку. На самом деле, большая проблема отсутствия интернета. Это даже не столько в том, что скучно. Скучно это, знаете ли, так. Ну просто, типа скучно, да. А что поделать? Ну твою мать, это же работать мешает. Но мы ничего не можем с этим поделать. Увы. Жизнь такая штука. Из-за того, что два дня вообще нет никакого интернета по всей стране, многие потеряли кучу денег. От этого никуда не деться. Так, пшеничка, грузимся. Еще один целый вагон. И пока он загружается, можем опять-таки поставить вот такую камеру, потому что мы от нее поедем, поедем назад. И можно потиху заказывать уже себе у диспетчера маршрутик. А едем мы на ЖД-станцию. Поехали вот на четвертый путь, который. Сначала выгрузим пшеницу. Пшеница выгружается именно там. Нам же, кстати, пшеницу-то надо везти, да? Пшеницу. А, 346 кубов. Я неправильно посчитал. Я думал 386. А тогда в один вагон все влезет. Ладно, не суть важна. В любом случае, потом будем грузиться, мы это все дело увидим. А сейчас ждем, пока загрузится то, что у нас грузится. И стартуем. Стартуем, дальше катимся. Кататься оно, знаете ли, хорошо. Успокаивает. Особенно, когда вот так вот это все легко и непринужденно. Не формула один, когда ты просто весь сосредоточен и на протяжении полутора часов пытаешься выжать из себя максимум. Ладно, что-то я это самое. Понесло меня на какие-то разговоры ненужные. Поехали на ЖД-станцию зарабатывать денежку. И так, друзья, мы между тем пребываем, докатываемся до станции разгрузки. Да, я забыл совсем, что здесь пофиксили с последним апдейтом инерцию. Раньше, знаете ли, поезд бесконечно катился бы и не останавливался. А сейчас у него появилась сила трения. Что, знаете ли, реалистично, да? Так и есть. Не стоит по этому поводу париться. Надо просто к этому привыкнуть. Значится, мы выгружаем тут зерно. Вот так вот. Останавливаемся. И с последнего вагона у нас все посыпалось. И посыпались нам денежки. И это здорово. Я люблю, когда у нас много денег. Я думаю, еще 1-2 урожая, которые мы наберем. И, возможно, мы даже купим себе какой-нибудь классный-классный завод. И будем там что-нибудь производить. Под фразой 1-2 урожая я подразумевал именно вот, ну, как я люблю. Набрать пачку контрактов, все повыполнять. Хотя, может, и не получится. Так, посмотрим утром. Но это уже будет в следующей серии, наверное. А между тем, высыпалось у нас из первой. И 40 тысяч пока у нас за вагон. Это классно. А мы целых 4 вагона. Ну, почти целых 4 вагона привезем. Заработаем даже на пшеничке неплохие деньги. А на клубнички сколько у нас будет? Ой, мама не горюй. А на томатиках? Я уже прям жду не дождусь этих миллионов, которые нам заплатят. Хотя, про никакие миллионы здесь речи не идет. Увы. Хотя отметку миллион мы преодолели. Я думаю, что отметку в миллион 200 тысяч. И даже, может быть, и миллион 300 тысяч мы сегодня преодолеем. И это круто. А в следующей серии мы опять потратим все деньги на рассаду и семена. Да, круговорот бабла в природе. Ничего с этим не поделаешь. У нас высыпался еще второй вагон. Сейчас мы высыпем третий. Да, так и живем. Денег вечно не хватает ни на что. Отлично. Оно высыпается. И мы тогда закажем себе ЖД маршрут. Потому что с ЖД станции четвертый путь на склады придется ехать круглями. Три минуты это занимает. Черт, а я-то надеялся, что нам не надо будет делать этот круг сейчас. А в следующий раз типа сделаем и обратно задним ходом приедем на нашу ферму и классно запаркуемся. Но что-то мне подсказывает, что ни хрена подобного. Ладно, обратно будем ехать. Будем смотреть по обстоятельствам. Может быть заедем в депо, чтобы развернуться. В общем-то заказываем. Да, у нас маршрут со сменой направления. А вопрос, куда нам ехать, вперед или назад? Это прям хороший вопрос. Вперед. Нам дается выезд вперед. Ладно, едем вперед тогда. Хотя с другой стороны, если мы сейчас проедем вперед, то может быть нам даст задом туда заехать? Теоретически должно дать. Я уже как-то раз по этому маршруту как бы ездил. В теории... А я вот не помню, что тогда было. Возможно мы сейчас заедем даже здесь задом. Нам даст перевести стрелочку. Точнее он там сам переведет все стрелочки за нас. Главное на красный не проехать, а ближайший красный впереди я его вижу. Отлично. Смотрим, выехали ли мы со стрелок, куда нам надо налево. Вроде как выехали. Да, и дальше везде говорят красные сигналы, следовательно мы поедем налево. На станцию. На ЖД станцию. Поэтому перемещаемся опять-таки на последний вагончик, чтобы лучше видеть, куда нам парковаться. Нам нужно в пятый и в десятый боксы. Сейчас мы найдем это место. Да, он поехал налево и сейчас скорее всего он здесь налево... Да, отлично. Он поворачивает налево. Значит, значит мой план сработал. Это здорово. В следующий раз, в общем-то, у меня тут гениальный план развернуться. Увидите, все сработает. Главное здесь стрелку не провофлить. Хотя нам на обе стороны надо ехать. Поэтому без разницы, как мы это будем делать, в какой последовательности. Слева у нас склады 9-14. Соответственно, в десятый бокс мы везем томаты. Томаты у нас во втором и в третьем вагонах. Поэтому переключаемся на них, чтобы видеть ворота хорошо. И надо подъехать к боксу номер 10. И сейчас мы это сделаем. Я думаю, это не проблема. Не помню только с какой стороны отсчет начинается. Но сейчас мы посмотрим на ворота и это без проблем увидим. Девятый, соответственно второй, десятый. Там где двери открыты. Туда и паркуемся. Вот они, эти ворота открыты. Главное попасть. Мы помним, что здесь триггера находятся как-то не очень, скажем так, юзер-френдли. Но сейчас я вроде прям четко стал. И да, он разгружается. Замечательно. Еще она у нас есть в третьем вагоне. Поэтому мы переключаемся сразу на третий вагон, чтобы удобнее было. Нужно будет чуть-чуть подъехать вперед. А тут выгрузка совсем быстро идет. Слушайте, мне это нравится. Люблю, когда быстро. Отлично. Это у нас выполнено. Соответственно, пододвигаем поезд аккуратненько. Чтобы все было четенько. Вы же знаете, я люблю, чтобы все было четенько. 50 тысяч за 80 кубов. Классно. Вот так вот вроде он ровно стал. Да, пошла выгрузка. Соответственно, теперь нам надо будет проехать вперед. Выехать за стрелку. Чуть-чуть. Видите, как все сложно с этими маневрами. Да, маневры это дело такое. Ничего с этим не поделаешь. 61 тысяча нам привалило. Погнали разворачиваться. Потому что нам надо из первого вагона высыпать. Высыпать клубничку. Хотя, кстати, можно не париться и сейчас поехать эту клубничку, знаете ли, покатать. Может быть так и сделать. Ладно, приехали уже, значит будем высыпать. Все равно потом придется и туда, и обратно ездить. До этого никуда не денешься. Главное сейчас не выехать на красный. Чтобы он остановился. Ну и чтобы он нам дал стрелку перевести. Я думаю, я думаю, вот так вот должно хватить. Надеюсь, по крайней мере. Да. Переводим это все дело на правый путь. Ставим первый вагон камеру. Потому что нам нужно именно из него будет выгружаться. И отсчет боксов у нас идет с ближней стороны. Пятый, значит, будет где-то там в конце. Если я правильно все понимаю. А может быть и нет. Хотя пятый из восьми будет в любом случае в середине. С какой бы стороны не был отсчет. Ладно, сейчас мы все равно увидим номера. Поэтому это не проблема. Так, какой-то я сегодня очень разговорчивый. И в большинстве своем несу какую-то ахинею. Но, ребята, не обращайте внимания. Так иногда случается. Так, у нас здесь отсчет пошел с первого сначала. Соответственно, едем к пятому вагону. Аккуратненько, тихонечко подкрадываемся. Подъезжаем. Это у нас следующие боксы. Сейчас все будет. Вон они, даже уже двери нам открыли. Готовы принимать товар. Они ждали эту клубничку долго. Мы специально для них ее выращивали. И подъезжаем. Надо, чтобы все было аккуратненько. Во. Вроде дает выгрузку. Дает выгрузку. Погнала она разгружаться. Пока она разгружается, можно заказать себе ЖД маршрут. Едем мы обратно в порт, как ни странно. Потому что в порту... А что это за смена со светофорой? Зачем нам светофоры? Мы же вроде прямо выезжаем. Нет? Я точно в порт заказал маршрут? А, фермопорт. Не, нам не надо фермопорт. Отменить. Мы с ЖД станции едем. 210 тысяч нам контракт принес денег. Слушайте, классно. Может быть даже полтора... Да, полтора ляма стопудово будет. Так, ЖД маршруты. Мы едем из ЖД станции. ЖД станции, ЖД станции. Где ты? Вот, ЖД станции, склады. Мы едем в порт. Да? Да. Мы едем в порт. Соответственно, включаем первую передачу. Садимся в главный вагончик, в наш локомотив. И прямо с видом от первого лица мчимся. Можно еще сделать вот так вот чучух, чучух. Только он что-то как-то очень тихо. Есть еще вроде пневмосигнал. Только хрен его знает, как он включается. Да и пофигу, если честно. Короче, поехали. Субтитры сделал DimaTorzok Знаете, друзья, прокатившись вот с таким вот видом, я что-то как-то даже призадумался о том, насколько же это все дело неудобно. Неудобно рулить поездом из кабины, когда ты ни хрена вообще не видишь перед собой. Но ничего страшного. Мы не будем сильно заморачиваться по этой теме. Переключаемся на следующий вагончик. Потому что сюда нужно загрузить томатики. Нам еще надо целых два вагона томатиков отвезти и продать. Отвезти туда, где мы уже были. И это классно. Ездим туда-сюда обратно, но на поезде. На самом деле на поезде это в миллион раз быстрее, чем если бы мы запрягли возить туда Урала. Хотя с другой стороны, Урала запрек. Он ездит себе тихонечко. Ты о нем даже и не знаешь. Он тебе только денежку капает, да и все. Как только все отвез, и читался, мол, эй, я отвез. Я молодец. Хотя топливо он нажрал бы там тоже. Дохренище. А мы между тем загружаем вагон томатиков и еще один вагон томатиков. Да, у нас два вагона томатиков будет. И можно, кстати, заодно посчитать, сколько нам осталось пшенички. Заодно выведем сюда вот это вот, чтобы видеть все. Соответственно, 46 кубов от последних. 100 тысяч. И еще 18 кубов не хватает вот до круглого числа. Да, у меня вот такая математика. Я считаю вслух. Еще скажите спасибо, что не на пальцах. 64 куба я насчитал, и я очень сильно надеюсь, что я прав, потому что мне впадло брать калькулятор и проверять. И будет хорошо, если... Ну, точнее, конечно, будет хорошо, если я не ошибся. Но если я вдруг ошибся, то будет хорошо, если лишнего загрузим. Потому что если нам не хватит, будет обидно. Придется еще раз ехать. Но я надеюсь, что я прав. И меня математика не подвела. Вроде элементарная школьная математика. 46 плюс 18. Но я насчитал 64. Вы уж простите меня, если я не прав. Но я потом буду очень сильно долго смеяться, да. Очень долго сильно смеяться. Очень сильно долго. Не знаю даже, как правильно сказать. Очень долго я буду смеяться. И очень сильно, да. Если я не смог сложить два таких вот простецких числа. Хотя с точки зрения математики, эти оба числа не являются простыми. Потому что все мы знаем, что простые числа, это числа, которые делятся только на себя и на единицу. Я не знаю, зачем я вам сейчас это рассказал. Хотя готов поспорить, что много кто этого и не знал. Потому что это типа, ну, бесполезная же информация на самом деле. Когда-нибудь придет к вам какой-нибудь челик, приставит нож к горлу и спросит. А ну-ка, что такое простые числа? Да, я знаю, некоторые уже думают, мол, да когда же ты уже заткнешься. Короче, вот сейчас я заткнусь, потому что мы едем на ферму. Нам надо выбрать ЖД маршрут из порта на ферму. И едем загружать еще 64 куба нашей любимой пшенички. Я люблю пшеничку в этой игре. Так, только нам в другую сторону ехать. Да, я люблю пшеничку в этой игре. Всегда пытаюсь начинать с нее, потому что пшеничка всему голова. Короче, поехали, да. А вот мы и прибыли еще раз на ферму для того, чтобы загрузить вагончик пшенички. Нам нужно не целый вагон, всего лишь 64 куба. Если, опять-таки, я правильно посчитал, я мог неправильно посчитать, я умею это делать. Люблю, умею, практикую, знаете ли, неправильные подсчеты. Ну что ты не докатишься, что ли? Ладно, газюльку еще дадим, чтобы все было четенько и аккуратненько. Вот так вот мы становимся аккуратненько. И пшеница, надо 64 куба. И мы загрузим ровно столько. Может быть, конечно, правильнее было бы загрузить весь вагон, а то, что все равно сюда приедем поезд парковать, можно будет и высыпать. Но мне впадло. Если есть возможность загружать какое-то определенное количество, то давайте ей пользоваться. И, соответственно, заказываем себе очередной маршрут. Какая у нас сегодня серия получается? Чучух-чучухная, да. Соответственно, мы едем с фермы на АЖД станции склады. Сначала туда. Сначала выгружаем томатики. И, опять-таки, переключаемся на последний вагончик. У нас, меж тем, уже почти все загрузилось. Включаем пониженную передачу. Заднюю, точнее. Заднюю повышенную. Не знаю, существует ли такое. Хотя, вообще, наверное, существует. В ЕТС-ке на 12 и больше ступенчатых коробках передач иногда присутствует R1 и R2. Значит, пониженная, по крайней мере, точная есть. В общем-то, ладно. Опять-таки, что-то я заболтался. Погнали, полетели продавать помидорчики. Погнали, полетели продали. здрасте еще раз мы тут подкатываем потихонечку слушайте вообще так плавненько идет мне так нравится это надо немножко газельки поддать а то он так и не докатится мы что мы делаем мы переключаемся на второй вагон который из которого мы сейчас будем выгружать в 10 бокс томатики чем и аккуратненько подъедем и все будет четко 10 бокс у нас где 10 бокс у нас вон открылся да отлично вообще конечно я довольно быстро это все делаю на самом деле погрузка разгрузка таких составов занимает намного больше времени чем в игре но правильно у нас же здесь игра все аркадненько нам же не надо упарываться и миллион лет играть пока идет выгрузка можно переключиться на 3 вагон 61 1000 мы получаем с вагончик и давайте подгоним 2 только я что-то не понял а мы переключились на 3 да нет мы переключились на 2 но он с другой стороны нам надо подъехать да что-то я затупил пардон иногда я туплю такое тоже знаете ли бывает мы все люди и иногда мы тупим некоторые правда чаще некоторые реже выгружаемся отлично пошла выгрузка и мы соответственно обращаемся к диспетчеру нам надо еще заехать с ж.д. станции знаете куда почему не работает как надо с ж.д. станции склады на ж.д. станцию четвертый путь и вроде как мы сейчас должны это сделать без особых проблем опять-таки двигаясь в обратном направлении с последнего вагона отлично контракт на поставку томаты выполнен и нам дали еще 61 тысячу и у нас уже полтора миллиона денег и сейчас мы еще выспим немножко пшенички правда ее на самом деле не так много но знаете ли лучше чем ничего да так выезжаем отсюда я надеюсь там горит зеленый свет я надеюсь что я поехал в правильном направлении потому что если не в неправильном направлении здесь горит красный то это будет беда а горит зеленый замечательно нам дает отсюда выехать и сейчас тогда мы все сделаем все будет четко главное до красного не доезжать по сути дела если весь состав переедет вот эту стрелку потому что именно здесь мы ехать в обратном направлении нужно будет я думаю уже даже можно останавливаться да можно уже было или еще чуть-чуть назад давайте еще чуть-чуть назад подъедем нам нужен соответственно вагон вот этот 4 из которого мы будем выгружаться и соответственно погнали подкатываемся вперед теперь едем разгружать пшеничку на вот этот самый четвертый путь и поезд поехал туда замечательно как мне это нравится как меня радует такое впереди какая-то стрелка я даже не знаю для чего она и куда она ведет наверно выгрузку угля какого-нибудь или загрузку кинуть контейнеров может быть не знаю не ездил туда никогда и поэтому не суть важно так подкатываем все это надо тоже попасть но это в принципе небольшая проблема и выгрузиться она быстро тут всего 64 куба не не полный вагон вот так вот даже ровненько практически можно считать стал и выгрузка пошла а мы соответственно тогда заказываем себе еще дорогу обратно нам четвертого пути на ферму и опять-таки переключаемся на последний вагончик как мы это все любим делать ждем пока выгрузится включаем заранее уже заднюю передачу нас без 5 9 уже почти стемнело ночи кстати в этой игре сделано намного лучше чем в 19 вот можете вообще говорить что угодно но я никогда в это не поверю контракт на поставку товара пшеница выполнен отлично мы выполнили все контракты у нас есть полтора миллиона денег дохренища из этих полтора миллионов мы потратим в следующий раз на семена и удобрения но это будет в следующий раз уже сейчас наша задача вернуться домой и пойти наконец-таки спать потому что день сегодня был довольно таки плодотворный это все заняло одну или две серии потом был стрим потом было еще одна серия и сейчас еще одна серия видите все в работе все в работе нету времени передохнуть нету времени время перемотать как мы работаем какие молодцы ладно погнали домой на ферму тут близко поэтому газ в полу погнали так а сейчас у нас кстати еще стоит интересная задача правильно расцепить вагоны по разным боксом посмотреть где у нас сколько вагончиков стоит неправильно отцепиться давайте выйдем из поезда тогда черт я вылез прямо на мосту и упал в реку вот же не задача ничего хорошо что я умею плавать да ё-моё тут столько всего такс у нас два вагона здесь охренеть сколько вагонов здесь 6 вагонов стоит составов у нас да у нас вагонов дохренища насколько я понимаю больше 6 вагонов подцепить нельзя будет если мы сюда на правый путь заедем щас ничего хорошего не а давайте попробуем кстати может быть мы затолкаем это все весь состав до конца и будет классно как мне теперь на поезд попасть и я мое что с другой стороны что ли да на мостах вообще останавливаться идея плохая погнали да на правый путь не знаю что из этого выйдет есть вероятность что ничего хорошего есть вероятность что не просто не зацепиться и поезд остановится и дальше не поедет но это невелика беда на самом деле тут у меня есть план b как это все сделать сделать ну попробуем вот так вот ну и что ты падла подцепишься не подцепишься мне интересно не он просто тупо не едет дальше я понял я понял и поезд бокса разумеется не поместился причем довольно таки дохрена и я застрял в текстуре в какой нормальный черт я не люблю застревать так мы можем отцепить знаете сколько вагонов раз два поле даже 3 не отцепиться беда сюда тоже 3 не залезет он же черт ладно сколько у нас там стоит у нас там стоит два вагона вот таких ладно значит смотрите что мы делаем мы залазим в поезд и проезжаем немножко вперед да сейчас все сделаем сейчас все будет классно и сказал немножко вперед что-то я полетел прям нам надо вот до этой стрелки доехать и перевестись на левый путь я думаю что здесь он уже даст перевести по по свет загорелся девять часов вечера слушать тебя при свете приятнее работать будет вот переводим стрелочку кстати она переводится ведь все классно переводим стрелку и заезжаем вот к этому составу сейчас мы отцепим здесь пару вагонов просто на этой прямой не пару а три отцепим три вагона здесь он это не даст конечно здесь зацепить но мы потом немножко другая задача сейчас боксом конечно же не поместился да как здесь пройти то ёшкин ты кот вот нам надо вот это вот дело отцепить мы отцепляем едем обратно у нас теперь три вагона прицеплена едем опять-таки немножко вперед и вот эти три вагона которые крыты для наших всяких штук которые в мешках коробках мы подцепим к тому составу чтобы они все были в одном составе мне кажется это будет самое правильное решение такс уже должен дать перевестись дал перевестись отлично заодно камеру переводим на последний вагонщик там кстати поезд ей другой да или мне показалось да тронулся тот пассажирский поезд может быть кстати мы своими поездками ему даже немножко мешали а может и нет а если мешали то и пошел он нахер правильно правильно вот нам сейчас надо вот эту вот штуку подцепить и сейчас подцепим так хобана подцепилась и соответственно везем этот состав прямо в конец нашего бокса чтобы было место видите какой хитрый план я придумал или умный план не знаю кто как хочет так и скажет загоняем в самый конец вообще кстати вот эти вот крытые вагоны точнее не крытые вагоны а вагоны ну вот эти вот короче для гравия для грунта вроде как у нас не планируется дальнейшей перевозка грунта поездом потому что на перевозку грунта и действительно проще уже валерона поставить уже накатались это все много времени занимает а валерона поставил он он себе ввозит спокойненько не отвлекаешься так чё я хотел им надо же отцепить поезд так вот бздынь отцепляем и локомотив соответственно отсюда выгоняем у нас здесь теперь освободилось место и вот эти три зерновых вагона хватит места поставить сюда чтоб наверняка вообще было мы поставим один там два стоит до много телодвижения лишних но что поделать кстати прожектор работает а чё он был выключен он же какое-то время был включен потому что я помню что при направлении при при смене движения он работал а потом в какой-то прекрасный момент или не очень прекрасный момент он перестал включаться ну и ладно ничего страшного сейчас мы цепанем вагончики в очередной раз так вот что я хотел сказать возможно те вагоны имеет смысл продать купить вместо них еще три вагона чтобы был полный состав у нас на зерно чтобы они стояли на двух разных путях чтобы это дело можно было как-то комбинировать как хотим потому что ввозить грунт на поезде мне надоело определенно ну как же сюда пройти давайте вот вот так вот мы отцепим сдэнь чуть не отцепляешься падла сдэнь он не отцепляется представляете отчеты и отчет такое а а он отцепился он он не подцепился что вообще в подцепился черт как а я понял я здесь прыгаю а это та же кнопка что и залезть на геймпаде ладно немножко заедем внутрь кстати может так места хватит а вот не хватит лак болеен можно было локомотив тогда там оставить да и все черт ладно отцепляемся тогда переставляем локомотив закрываем боксы и заканчиваем а то я уже порядком подустал больше часа подряд я уже тут на этом сраном поезде езжу ну то есть не сраном поезде а кстати опять прожектор погас не знаю как это работает сам гаснет представляете ладно я его за это не виню я раз он так делает значит так и задумано заезжаем в правые боксы глушимся и все на этом закончили залетаем просто останавливаемся понятно задний ход включаешь все фонарь больше не работает в любом случае глушим поезд о тишина и спокойствие классно вылазим из этого сраного ангара и закрываем ворота до остается поезд у нас ночевать именно там на этом друзья у меня все в следующий раз мы займемся пассивной будем тратить заработанные сегодня денюжки поэтому если хотите чтобы серия вышла побыстрее не забывайте написать какой-нибудь комментарий и лайкусик поставить всем друзья огромнейшее спасибо за просмотр с вами был никита делай всем всего доброго пока пока пока